Биология 6 класс. Передвижение веществ у животных. У одноклеточных животных, например у амебы, обыкновенной инфузории туфельки, переносу веществ способствует постоянное движение цитоплазма. Клетки многоклеточных животных получают все необходимое для жизни вещества из замывающих тканевой жидкости. У червей, насекомых и других беспозвоночных животных эта жидкость циркулирует по всему телу и называется гемолимфой. Самая совершенная система переноса веществ кровеносная. Она есть у многих животных. У позвоночных животных от тканевой жидкости отделяется кровь. Она движется по кровеносным сосудам и служит посредником между тканевой жидкостью и внешней средой. Кровь непрерывно приносит каждой живой клетке кислород и питательные вещества, а уносит образующийся в клетках углекислый газ, излишки воды, ненужные продукты, обмена веществ. Кровь позвоночных животных, в том числе и человека, состоит из жидкой кровяной плазмы и находящихся в ней форменных элементов – эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Эритроциты участвуют в процессе дыхания. Красный цвет им придает железо, содержащий белок гемоглобин. Он участвует в переносе кислорода. Лейкоциты выполняют в организме животных и человека защитные функции, уничтожая проникших в организм бактерий и вирусов. У животных гемолимфа и кровь являются основными переносчиками питательных веществ и кислорода, а также средством удаления из организма продуктов обмена. Движение гемолимфы и крови по сосудам обеспечивает специальный орган – сердце. Оно работает как насос. У дождевого червя функции сердца выполняют несколько толстых кольцевых сосудов, расположенных в передней части тела. У насекомых спиной сосуд разделен на камеры. Он сообщается с полостью тела через отверстие с клапанами, которое пропускает кровь только в одном направлении и закрывается при обратном движении крови. Рыбы имеют сердце, состоящее из двух мышечных камер. Они по очереди сокращаются и силой прогоняют кровь к жабрам. Птицы и звери имеют более сложное сердце, состоящее из четырех камер, двух предсердий и двух желудочков. На верхнем рисунке мы видим кровеносную систему червя. Системы колец в головной части организма выполняют роль сердца, которые качают по сосудам кровь. Внизу представлено двухкамерное сердце рыбы. Здесь представлено сердце птицы и звери. Здесь сердце уже четырехкамерное. Удачи вам, всего доброго и до свидания.